Переговоры в формате B2B. В посольстве Польской Республики прошла презентация экономического потенциала Чувашии. Сюда приехали представители бизнеса, руководители заводов, торговых организаций из обеих стран. С нашей стороны АКОНТ, завод игрового спортивного оборудования, предприятие электротехнического кластера. Подробности в нашем специальном репортаже. Сотрудничество между Чувашией и Польшей началось давно и с каждым годом только увеличивалось. В прошлом году внешний торговый оборот между двумя республиками составил более 8 миллионов долларов США. Принимали молодые люди из Чувашии в работе лагеря молодежных общественных организаций. Приезжали польские гости к нам на 4-й и 5-й Чебоксарский экономический форум. В прошлом году министр-советник посольства Польши в Российской Федерации приехал в Чебоксары. Именно тогда и было принято решение о проведении подобной презентации. Это первая встреча деловых кругов обеих республик. Пока они присматривают друг другу, еще пути для взаимовыгодного сотрудничества. Среди преимуществ Чувашии, по словам министра экономического развития, высокий финансовый рейтинг. Присвоенный двумя международными агентствами. Наличие налоговых льгот. Должно привлечь поляков и то, что в республике работают международные корпорации. Испанская РОКа выпускает акриловые ванны, а немецкая девилей соуса и кетчупы. Есть у нас и другие преимущества. Чебоксары де-факто являются центром релейной защиты Российской Федерации. Мы успешно конкурируем с ведущими зарубежными компаниями и на российском рынке не уступаем, скажем так, свой рынок ни Сименсу, ни иным другим производителям. Алексей Табаков пригласил всех, кто решил открыть производство в Чувашии в строящийся индустриальный парк. Кроме того, республика заинтересована в бизнесменах, которые ведут гостиничный бизнес. А для отдыха у нас имеются прекрасные хвойные леса Заволжья и песчаные пляжи. Большой интерес у фермеров Чувашии вызывает опыт поляков в сельском хозяйстве. Польша вступила в ВТО еще в 1995 году. Поэтому нашим сельхозпроизводителям есть чему поучиться. Польская республика, она фермерство уже давно. А у нас, наша республика, она, как сказать, это молодой вид хозяйства. Думаем, это неплохой партнер будет для наших фермеров. Я надеюсь, что после разговоров и переговоров, которые здесь были, мы сможем продавать вам машину, которая позволит вам сделать отличные продукты на вашем рынке. Польская сторона заинтересовалась Чувашии. Оказалось, что они мало знают о республике, но совсем не против взаимовыгодного сотрудничества. Хотелось бы, чтобы и в Чувашии, и в других регионах было больше Польши. Бизнесовой Польши, деловой Польши, польских продуктов, польских товаров. Только надо познакомиться. Постоянный представитель правительства Чувашии в Москве Леонид Волков считает, что такие встречи нужно проводить как можно чаще. И власти Чувашии должны максимально содействовать такой интеграции. Надо понимать, что Советский Союз и Польша в течение почти 30 лет развивались фактически в рамках единой системы экономических отношений, в рамках Совета экономической взаимопомощи. И с этой точки зрения опыт кооперации предприятий Чувашской республики, как составной части Советского Союза и Польской народной республики, он уже имеется. Другое дело, что, на мой взгляд, сейчас задача пришла восстановить эти отношения. От торговли перейти к локализации производства на территории Чувашской республики. Да, привлечь сразу инвестора к себе – это достаточно сложно. Если придет хотя бы один или два предпринимателя, я уже буду считать этот проект успешным, потому что приход любого предпринимателя – это новые рабочие места для жителей Чувашии. Насколько продуктивной будет встреча, покажет время. Кстати, после подобной презентации в посольстве Индии, одно из предприятий Чувашия заключило контракт на поставку оборудования. Татьяна Молокова, Александр Петров, Республика, Москва. Спасибо. Спасибо.